Да, да, и в итоге на второй день я уже просто, типа, хуя рыжая. Но потом... Это особенность профессия. Потом там все эти сорта меня уже так заебали, и я, короче, забил, думаю, нафиг, просто не хочется пью. Редко, когда бывает какой-нибудь, типа, томатная газет приедет, я такой, да, блядь, а на еще пьешь, какой-то томатный сок просто с солью ехать. Я, короче, долгое время живу по таким общажным местам, где много людей живет разные, и в одном месте приезжал, как к нам, кавист. А, типа, этот, по дегустатор пины? Да, не пиво, блядь, крепкого алкоголя, но, типа, он бухаловый, он его не дегустировал, он все время будет набуханный. Особенно с профессией на холер работаем. А еще была девушка, девушка была вот Собелье. Она вообще не пьет, а вообще алкоголь не пьет. Она, типа, работает в каком-то винном бутике, типа, Собелье. Она, случайно, не светленькая такая? Нет, темненькая. А, ко мне просто приходила в бар однажды такая, пивная, винная Собелье. Типа, блядь, вообще ничего не пьет. Бля, ну там просто, мне кажется, заебывает. Это какое-то первое время ты, наверное, кайфуешь. Ну, это как тебе на шоколадную фабрику устраиваешься, там, типа, обжираешься, обжираешься. Да, блядь, с орехами. А вану такой, фу, нахуй. Бля, вообще не ворти. Да, ну, пизда, да что тут надо менять все? Привет, ну, шоу? Ты друг, ласка не блестишь? Чего не блестишь? Бля, фонг, нафиксик. Да, ну, типа, вот... Сейчас ты еще в скейтболар, блядь. Вообще, нахуй. Зашился. Ну, я, типа, помню, что кайфу вот, конечно, под драмчик. Блядь, я под старый джангл, когда начал ездить, я ебанулся. Вообще, типа, ничего, какой-нибудь 94-го, такой, блядь, вообще темный, такой, пиздец. Джангл это, типа, драмчик на медленный? Не, это скорее, это батя, это драм энд бейс, она. Вот, вот, типа, драмчик на медленный, типа, да-да-да. Не, он, типа, он там 150, но это в основном, типа, появится, драм энд бейс, это более-менее понятные ритмы. То джангл, он больше, типа, непредсказуемый. Я помню, я тоже с драмчика начал такой, о, драм, круто, а потом думаю, блядь, хочется драмчика пожестче. Я, короче, начал вообще какую-то дипуху весовывать. Блядь, вы первые люди, которые не пошутили, что грибсы похожи на члены, ребята. Я вас позвольняю, поздравляю, вы с маком. Самые культурные люди в этом городе, блядь. Куда я не приходил с этими великами, типа, о, члены, я такой, я даже, я даже с секонд хэнд зашел, типа, спускаюсь с великом. Можно, блядь, какой-нибудь, чем, на родного кролика, он согласучный, блядь, надо сказать, взять, посмотри, нам нужно сюда члены. Два члена вместо грибс, да. Я даже в секонд хэнд спустился, какой-то рандомный чувак тут бежал, такой, о, пиздатые грибсы, и такой улыбается, стоит, я думаю, блядь, что ты хотела. Четыре как минимум. Мне нужно поверить, если это на ЛИС, если этого нет, то нужно сделать и продать. Мне кажется, чувак уже все есть на ЛИС, кстати. Ну, вот, знаешь, грибсы члены, у нас все. Грибсы, блядь, можно, типа, короче, для фиксеров вообще нормальный, ну, блядь, все, продавай, тебе. С наклейкой можно замутить, реально там, всякая. Мэйк фикси, грейт агейн, блядь, там, какой-нибудь члены вместо грибс, рамы в виде членов, можно, там, сказать. Слушай, да уж, ты знаешь. Была же, типа, звезда БМХ, где было написано хуи, член, типа, вырезанное на лазере вырезали. Это давным-давно было, типа, это уже архивные детали, блядь. Я думаю, пора ехать к тому же. Да, ребят, я в основном покину здесь что-то, завтра мне рано вставать. Окей, а ты где живешь? Да, здесь на лазере. А, ну, все, тогда, да, спасибо тебе тоже. Соберемся еще как-то подлиннее покатаемся, похоже. Я говорю, можно кольцо на ЗСД взять? Ну, да, да, посмотрим, давай тогда. Соберемся, можно вообще ездить? Ну, вообще, нет. Ну, там, типа, нельзя, но там можно проскочить. Можно проскочить, да, типа, у тебя стол, ну, скажем, ничего, охуели. Блядь, ну. Да, там можно свалить, типа, нормально. Я помню, свалить от ментов на тачке. Да, там нет ментов, там, типа, служба безопасности своя катает. Ну, типа, ночью почти, ну, нет проблем с этим. Ну, почти нет. Ну, как бы. Ну, с другой стороны просто, блядь, фиксеры, бандиты, блядь, хулиганы. Типа, скажи, что ты... Скажи, что ты случайно заехал, мне не знал. Я помню, как я в Питер заезжал по плацке. Типа, я же поехал на Гоблокаре в Питер с Москвой. И мне попался какой-то отбитый чел. У нас должно быть четверо было в тачке. И я сажусь в машину, это порт универсалит. И он говорит, блядь, там, короче, чувак вписался. Ну, вы там на заднем втроем поместитесь, типа. И со мной человек говорит, да, да, давай, нормально. Мы, короче, втроем вот так едем по плацке до Питера. У чувака нет бензина. А тогда еще на плацке было две заправки. Одна в начале, такая в конце. Мы кое-как доезжаем до Питера. И в конце... А, он еще рассказал историю, как он жил в джунглях, нахуй. И ел каких-то тараканов там просто. Был, как ебануться, путешественникам, банкам каким-то. И в конце он просто пристраивается за фуру. И такой, ну, похуй, идти бы просто за ней, под шлагбаумом, сирена. Он говорит, да, мне поевать, говорит, что хочу, то и делаю. И я просто с ним доехал, я думаю, да, Питер это тот город, где я стану жить. Да. Просто поехать до Питера, блядь, попасться в таком-то гибаном, там, блядь, кулаку, который тебя чуть ли замочил, там, блядь. Это было ужасно. Ну что, пацаны? Все, проходим. Смотрите, на мост успейте. На мост успейте. На мост успейте? На мост тот мост разверлен, а этот нет, чтобы. А что, блядь, все уже разводится? Ну, вон, видишь, развелся тот. А этот я не знаю. А вон тачка катает, значит, открытый все. Все, давайте, ребята, удачи, пока. Все, ладно? Ага. Веселые ребята, короче. Что-то мосты начали разводить, я смотрю уже. Сейчас чутка здесь сориентируюсь. Короче, нормально, ребят, нормально. Да, с велика не поехали, но собрались по-васке. Типа сойдет. Типа ок. Разминочка. Такие вот истории, такие покатушки. Такие темы всякие. Случается. Ну, я, в принципе, доволен. Неплохо вышло. Ветерочек, конечно, чуть позамерз, но типа шалуху завершил. Погрелся. Дальше притопил и нормально. Жить можно. Надо будет про мосты узнать, типа это на постоянной основе или пока временно. Проверочная. В общем, прохладненько пока катать не, но можно катнуть такие катки. Типа, ну, хозе. Тут вчера катался в Лисе тоже. Я не знаю, то ли как-то... Ну, короче, чувствую чуток по-другому, чем сейчас. Сейчас что-то холодно прям вообще. Кажется. Может, там типа темп был, а здесь не было такого темпа прям постоянного. Сейчас типа с ребятами постояли еще. Чутка подзамерз. Видели, что почему-то прям лицо дует. Типа не могу разобраться, какую сторону дует. Что-то снимает. Блин, я не могу понять, что за звук, шарканье какое-то. Не то цепь так переди, ну, переходят со звена на звено. Типа здесь больше нечем цепляться. Я хозе. Просто реально, как будто, ну, выглядит как будто цепь. Но такой смачный звук. Я типа смазки вроде немного добавлял. Не должна она так прям. Либо какое-то типа дребезжание. Сейчас, может, остановлюсь, гляну. Блин, я не могу понять вообще ветер реально. Типа дул в лицо. Потом сбоку, потом снова лицо. Блин, сопли полезли. Вот. Типа народ живет на таком. На лайте. Просто реально на лайте. Блин, ветерок нормально прям. Что-то как-то это. Я стою покручу пока. Без особых усилий, но типа это. Типа против ветра. 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 короче нормально скатались сойдет может даже и хорошо что не поехали ну типа под настроение надо ехать оно что-то уже было не очень когда выезжал ну прям лед лед я вот еду там где мокро короче ледяная корочка такая скидит сейчас нормально блин до какого интересного времени все еще будет минус на улице в ночное время такие очень веселые истории или не очень веселые не знаю кому как ночные такие подъемы до выливания в тусов по катушечке в общем увидимся позже ребят дальше буду продолжать в том же духе записывать всякие видосики всем пока пока пока